Строительные работы по благоустройству в Красном под контролем. С инспекцией в поселок прибыли представители власти. О том, как проходит возведение спортивных площадок, а также о ближайших планах в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Заниматься спортом в Красном в скором времени можно будет за пределами ФОКа. Сейчас ведется строительство двух объектов. Один из них – площадка с резиновым покрытием, на котором расположен полный набор силовых элементов. Ее обустройство финансируется за счет средств бюджета Заполярного района. Второй объект – поле для мини-футбола – построили в рамках проекта «Комфортная городская среда». А вот этот проект разработан у СПК «Инжиниринг». Это проект комплексно-спортивная территория около спорткомплекса. И как бы так удачно получилось, что в рамках инициативного бюджетирования в этом году мы получили гранты на три проекта. То есть по максимуму получили два по красному, а один по кое. И в рамках инициативного бюджетирования еще из района спорткомплекса у нас будет построена освещенная лыжная трасса 500 метров. То есть мы получаем такой целый спортивный кластер, скажем так, в одном месте. Единственная проблема, которую озвучил глава муниципального образования – нехватка кадров в физкультурно-оздоровительном комплексе. Следующий этап очень важный. Мы считаем, мы действительно сделаем техническую составляющую. Мы будут сданы объекты в эксплуатацию. Нам необходимо организационно насытить эти объекты. То есть нужны профессиональные люди, инструктора, которые будут здесь работать, которые будут грамотно и вовлекать людей в занятия спортом, здоровым образом жизни. Поэтому мы сейчас для себя принимаем решение о том, что у нас здесь должны все-таки существовать и существовали специализированные секции спорта. Спортивные объекты планируют сдать 30 августа. На данный момент работы идут по графику. Материал для площадок полностью завезен. Главная сейчас наша задача стоит. Конечно, мы на всех этапах совместно с главой муниципального образования выезжаем, смотрим, контролируем ход работ, качество этих работ. Поэтому думаю, что в конце августа мы торжественно здесь примем участие в сдаче объекта. И я думаю, что тут даже, может быть, совместно команду привезем, сыграем с нашими юными талантами, футболистами. Здесь есть ребята. Поэтому мы провезем добрый и дружеский матч. Добавлю, в планах поставить декоративное освещение на площади возле Дома культуры, а также полностью осветить спортивный комплекс.